МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Александр Кузнецов. На телевизионном канале Юрген. Время итогов. Это самые значимые события недели. Вначале коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЧП в Буткане. Что на самом деле уничтожил огонь? Мороз и солнце. Кто не прошел испытания холодом? И в жизни, как в кино. Трудовые будни в объективах видеокамер. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА События дня. Сегодня глава республики побывал с рабочей поездкой в Ухте. Татьяна Супрядкина шла за губернатором следом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первая остановка – встреча с молодыми учеными. Вячеслав Гайзер принял участие в работе 4-го межрегионального семинара «Рассохинские чтения». В Ухте собрались специалисты российских и зарубежных научно-исследовательских проектных организаций и предприятий крупнейших нефтегазовых вузов страны. Сегодня «Рассохинские чтения» позволяют не только делиться опытом, рассказывать о передовых наработках, о результатах исследуемых, но и, по сути, обсуждать те самые научные идеи и проекты, которые завтра будут реализованы на предприятиях. За два дня молодые ученые представят 70 докладов. Главная тема – научные проблемы при освоении газовых месторождений. По словам Вячеслава Гайзера, одним из решений этого вопроса может стать создание в республике инновационного территориального нефтегазового кластера. В этом направлении активно работает Ухтинский государственный технический университет. Ректор ОГТУ Николай Сходая рассказал, что уже принято решение о строительстве на базе студенческого городка нового корпуса под «Бизнес-инкубатор». За год мы существенно продвинулись к заявленной цели. Прежде всего, университет практически завершил процесс формирования университетского комплекса, как это предусмотрено концепцией модернизации системы профессионального образования республики Коми. Следующая остановка – открытие спортшколы номер один. Вячеслав Гайзер подчеркнул, сдача нового объекта символично. В Коми закончился год ребенка и начался год молодежи. Школу начали строить в ноябре 2006 года. На сегодня здание подведено под крышу, установлены новые окна и двери, сантехника, выполнены отделочные работы. Уже привезли новую мебель и оборудование. Осталось выполнить уличное освещение и смонтировать вентиляционную установку. Здание обошлось в 37,5 миллионов рублей – бюджетных и спонсорских средств. Пару лет назад решение о том, что инфраструктуру спорта мы будем усиленными темпами, используя все наши возможности, источники развивать. Мы исходили из того, что эта задача, наше будущее, наши дети, и все лучшее детям, она в республике приоритетна. И эта задача остается и на будущее. Глава открыл еще один спортивный объект – комплекс с универсальным игровым залом. Его возведение началось в ноябре 2010 года. Цена вопроса – почти 200 миллионов рублей. Строительство тоже вышло в складчину. 144 миллиона выделил «Газпром». Остальные деньги – из трех бюджетов – муниципального, республиканского и федерального. Эта неделя прошла под знаком сильных морозов. Циклон, пришедший с востока, принес значительное понижение температуры и первые в этом году минус 40 на градусниках. Пожалуй, только дети ждали крещенскую стужу. Им она подарила актированные дни – внеплановые каникулы. А еще на неделю пришли первые данные о тех, кому мороз принес увечья. Их около 10 человек. И большинство из них – те, кого принято называть бомжами. Светлана Некрасова о той поре, когда уже за 30. Нынешняя зима каждым своим днем словно доказывает. Она не похожа ни на одну предыдущую. Первая ее половина была аномально теплой. В декабре иногда шли дожди и как-то беспрестанно падал снег. В первой декаде января температура была близка к нулю. Тогда синоптики говорили – подождите, морозы еще будут. Мы подождали – морозы пришли. Тоже аномальные. Минус 30. И так несколько дней подряд. Жители Коми достали из шкафов уже подзабытые пимы, валенки, шубы и дубленки. Столичные бомжи приличным гардеробом похвастать не могут. У них свои методы. Они обдирают обшивку теплосетей и устраивают на трубах лежанки. Причем покидают свое теплое место крайне редко. Впрочем, сильная холода – именно люди без определенного места жительства страдают чаще всего. В морозы бродяги становятся основными пациентами ожоговых отделений. Валерий Муравьев в стационаре уже неделю. Обмороженные руки врачи смогли спасти. А вот пальцы на одной ноге пришлось ампутировать. Хотел деньги достать? Пиво купить. А достать не мог. Медики напоминают – у человека в первую очередь остывают именно конечности. Поэтому в морозы нужно особо беречь голову, руки и ноги. Горячительные напитки противопоказаны. Алкоголь замедляет реакцию и снижает чувствительность. Человек мерзнет, но этого не чувствует. Для сугреву лучше выпить теплый чай. Если уберечься все же не удалось, нужно как можно раньше обратиться к врачу. При первой степени побеление кожи, болезненность в руках, пальцы покалывания, а не менее в движениях. При второй степени уже боль интенсивная, постоянная, непроходящая, и скованность пальцев в движениях, и отсутствие чувствительности. Конечности страдают и у животных. У лошадей, к примеру, лопаются копыта. Поэтому в конюшне Вильгарской конно-спортивной школы круглые сутки молотит тепловая пушка. Поддерживает необходимый минимум – плюс 8 градусов. На свежем воздухе животные бывают раз в два дня. Еще одно правило – жесткая диета. Мы немножко уменьшили кормление, то есть норму концентрированных энергетических кормов уменьшили из рациона, чтобы как раз они не застаивались и не нарушился обмен веществ, а увеличили грубые корма, чтобы они грелись, соживали больше. Впрочем, беспростуженных и здесь не обходится. Кошлюков, так называют захворавших лошадей, лечат ингаляциями. Как и люди, кони процедуры не любят, начинают брыкаться. Если лошадь не позволяет себе ингалятор надеть на морду, значит, используем старые методы, то есть берем ведро, запариваем сено или сенную труху, туда капаем, ну, тот же можно эвкалипт, вот, и одеваем мешок. Скажи, глаза светят ли, да? Одеваем мешок на морду от ведра и дышит. Впрочем, нынешние морозы могут сыграть на руку руководству конной школы. Возможно, чиновники от спорта, наконец, выделят деньги на пластиковые окна. После их установки тепловая пушка, она нынче накручивает электричество на 100 тысяч в месяц, будет работать значительно реже, и деньги можно будет потратить на что-то более полезное. Кстати, о деньгах. В морозы заметно выросли заработки таксистов. Оно и понятно, кому охота мерзнуть в ожидании автобуса на остановке. Проще вызвать машину. Она и приедет в удобное время, и довезет до самого кольца. Впрочем, денежные дни у таксистов скоро закончатся. Синоптики говорят, морозы в коме постепенно отступают. В выходные будет еще довольно холодно, но пик низких температур уже пройден. Днем воздух будет погребаться уже до минус 18-20 градусов. По сравнению с нынешней холодрыгой, просто зимушка-зима. Светлана Некрасова, Ольга Туриева, Виктория Палкина. Об итогах, возможно, уже прошедшего ледникового периода. На неделе в селе Подъельск вспоминали стариков, которые погибли в последний день января 2009 года в сгоревшем доме ветеранов. Сейчас на месте пожарища возводят часовню в память о той страшной трагедии. Как будто в назиданию нашим пожарным последние дни января, только теперь уже 2012-го, преподнесли неприятный сюрприз жителям села Будкан Ударского района. Там сгорела школа, но в понедельник выяснилось, что в том же здании был местный фельдшерский пункт. А еще из-за пожара вышла из строя местная котельная. Шесть домов, магазин и администрация остались без тепла. И это в такие-то морозы. Что было дальше, расскажем прямо сейчас. Любовь Лапина продолжит. Виктор Митин с напарником были одними из первых, кто увидел, что горит школа. Они сразу кинулись искать телефон, чтобы вызвать пожарных. Я выбежал с котельной, смотрю зарево, побежал к школе на угол и смотрю, пламя с туалетов выходит. Я побежал в соседний дом позвонить, чтобы позвонили в пожарку. В пожарку и мы с другом выбежали, обратно к школе побежали. Уже все горело, с той стороны аптеки. Примерно в это же время глава поселения узнает о возгорании от одной из учительниц. Та увидела, как полыхает школа из окна своего дома. Уже через 10 минут, еще до прибытия первых расчетов, Нина Сычева прибежала на место пожара. Вместе с работниками котельной и жильцами ближайших домов они пытались сделать все, что было в их силах. Первое, что я сделала, это мы открыли пожарные водоемы. Пожарных водоемов у нас было пять. Все они были наполнены водой объемом 75 кубометров. На сегодня все пять пожарных водоемов опустошены. Вся вода была использована на тушение пожара. Уже через 14 минут после того, как сообщение о пожаре поступило на пульт, в Будкам прибыли пять расчетов из ближайшего Согорска. В это время двухэтажное деревянное здание полыхало открытым огнем. Еще через полчаса на подмогу подъехали два расчета из Косвана и Междуреченска. Пожар локализовали лишь через три часа к шести утра. Пепелище – это все, что осталось от школы к утру воскресенья. Площадь пожара составила 1600 квадратных метров. На место сразу же выехала оперативная группа МЧС России по КОМИ. В ее составе эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель. Они сразу сообщили, этим летом здесь проводилась проверка, никаких нарушений выявлено не было. Сигнализация там была смонтирована, но она смонтирована была с выводом пульт наблюдения в учительской и звуковой сигнал снаружи здания. То есть вот по предварительным причинам, по предварительным причинам они там устанавливаются, ущерб в том числе устанавливается. Но вот в данный момент по прибытию подразделений на месте сторожа-то не находилось. Его не было на объекте. Школьного сторожа на утро сразу задержали. Тем временем местные власти пытались ликвидировать последствия происшествия. В следствии пожара у нас отказала котельная. Были отключены, тепло было отключено в жилых домах, в шести жилых домах, в администрации, в магазинах. Ночью авария частично была устранена. Дома были подключены к отоплению. Магазин и администрация оказались заморожены. Система отопления полностью вышла из строя. Еще один двухквартирный дом также остался без тепла, но его промерзания власти все-таки не допустили. Жильцам предоставили обогреватели. Практически одновременно начали решать вопрос по школьникам. Единственное здание в селе, дом культуры, непригоден для обучения. Нужно было искать другие варианты. И власти Будкана их нашли. Вариант первый – устроить всех детей в Усогорскую среднюю школу. Это примерно в 23 километрах от Будкана. Возитель будет каждое утро на автобусе возвращать обратно таким же образом после обеда. Второй вариант – учиться в Черносево в местном интернате. Ездить при таком расчете придется гораздо реже. Но реже и дети будут видеть своих родителей. О планах родителям сообщили в понедельник на сельском сходе. Впрочем, они к таким решениям отнеслись негативно. Старшеклассников еще можно отправить на учебу в соседние села. Но отпускать малышей матери не согласны. Дорога от Будкана до Усогорска плохая. Сейчас стоят морозы. Случай, что в пути, даже помощь вызвать нельзя. Сотовой связи на этом участке нет. Было какой-то год 40 градусов мороза. У нас преподаватель, три человека детей, она приходила на дом. Потому что школа была закрыта и приходила на дом обучала. Почему нельзя сейчас так сделать? Представители райотдела образования не согласны. В школах Усогорска и Чернотьева современное оборудование и сильные преподаватели. Дети на обучении дома будут отставать от программы. Всю неделю специалисты вели переговоры с родителями. И только к сегодняшнему дню удалось договориться по большинству школьников. Частично решен вопрос по подвозу детей в школы. Учащиеся с 5-9 классов определились в Чернотьевскую школу. До этого родителям была выделена машина с администрации района. Они съездили в Чернотьево, посмотрели. Родителям понравилось. Начальные классы поедут на учебу в Усогорск. Родители восьмерых малышей согласились на обучение. Четверо родителей на сегодняшний день пока отказались устно от подвоза своих детей с 1 по 4 классов в Усогорскую среднюю общеобразовательную школу. В настоящее время Татарникова ведет с ними индивидуальную беседу, каким образом они предполагают осуществлять дальнейшие образовательные процессы. Также до сих пор решается вопрос по местному фельдшерско-акушерскому пункту, который сгорел вместе со школой. Местные администрации были выделены для медиков в два кабинета. Все лекарства и необходимое оборудование также подвезли на эту неделю в Будкон. Однако пока принимать пациентов здесь не могут. Здание местной администрации до сих пор остается замороженным. Здесь выделено помещение для приема населения медицинскими работниками. На сегодня пока мы выделили мебель необходимую, но они здесь работать не могут, потому что температура минусовая. Пока медики ведут прием на дому, тем временем глава поселения Нина Сычева подыскивает еще один вариант для ФАПа, уже постоянный. Сейчас прорабатывается вопрос о покупке трехкомнатной квартиры. Она уже есть на примете, деньги тоже имеются. Все, что нужно, решить вопрос собственникам жилья. Еще одна проблема – куда устроить учителей сгоревшей школы? Еще 20 дошколят. В этом здании район администрации планировал открыть дополнительную группу. Теперь, как считают местные власти, просто необходимо строить в селе модульную школу-сад. Глава района уже вышел с таким предложением к руководству республики. Любовь Лапина, Иван Селиванов об итогах работы по ликвидации последствий большого сельского пожара. Надо заметить, что после этого ЧП в Буткане глава КОМИ лично взялся проследить, как местные власти будут разрешать ситуацию. Помочь им он поручил министрам здравоохранения и образования. И предостерег, хоть и сгорела школа, но учебный процесс прерывать нельзя. Сейчас реклама каких-то пару минут. И вот, что вы увидите после нее. В жизни, как в кино, трудовые будни в объективах видеокамер. Хотели, как лучше, невозвращенные туристы Ланта Тур. И минус 65 тысяч на фоне новых КОМИ инициатив. КОМИ инициатив. Катюша, кроватка мала, да и дверца у шкафа отваливается. А я уже решил, берем хорошую детскую. Кредит на доверие, без справок и поручителей. Про-бизнес-банк. 28-41-51. Автоцентр «Союз» предлагает широкий ассортимент автомобилей по дилерским ценам. Телефон в Ухте 766666. Вы устали от хлопот и хотите отдохнуть? Санаторий Нижний Ивкино – это энергия целебной воды, комплексное лечение и прекрасные условия для проживания по отличным ценам. До выборов президента страны остался какой-то месяц. Избирательная кампания вышла на финишную прямую. И уже на следующей неделе в эфире теле- и радиоканалов мы увидим агитационные ролики кандидатов на этот высокий пост. Между тем, избирательные участки республики сейчас спешно оборудуют камерами видеонаблюдения, чтобы каждый избиратель, замечу, технически подкованный избиратель, смог увидеть своими глазами, что выборы идут без нарушений. Как будто в Торе избиркому на неделе региональные силовики заявили, что тоже собираются за счет видеонаблюдения укреплять правопорядок. Особенно на так называемого «большого брата» видеоконтроль надеется дорожная полиция. И только Максим Катаев сомневается, не нарушит ли такой тотальный видеонадзор его права гражданина. От полицейского ока, во всяком случае, в Сыктывкаре, Ухте, Вухте или Сосногорске и Сысельском районе не спрятаться ни на минуту. Здесь работают более 130 видеокамер, которые круглосуточно фиксируют происходящее на улицах. Эти записи хранятся на сервере в течение двух недель и в случае необходимости приобщаются к материалам уголовного дела. Как доказательство. Камеры видеонаблюдения помогли сыщикам раскрыть преступление, которое произошло во дворе этого дома. Прохожие обнаружили здесь женщину, лежавшую без сознания. У пострадавшей была открытая черепно-мозговая травма. Единственной ниточкой в руках оперативников оказался кассовый чек в пакете с продуктами. Полицейские выяснили, незадолго до нападения потерпевшая заглянула в магазин по улице Ленина. Сыщики тщательно изучили записи с камер в супермаркете. На одной из них видно, как сыктывкарка расплатилась за товар, на другой, как она упаковала покупки. В это время возле нее вертелся подозрительный молодой человек. Когда женщина делает покупки, за ней следит молодой человек. То есть ходит по залу. И когда она собирает вещи в прихожей, то есть он за ее тоже ждет. И после того, как она уходит, он сразу же уходит за ней. В дальнейшем была изъята следующая запись видеонаблюдения соседнего дома, где видно, что женщина идет по улице, по дворам, и данный молодой человек идет за ней. В ходе просмотра видеонаблюдения я узнал этого гражданина, как ранее доставлявшегося в отдел полиции. Видеонаблюдение позволяет также не только выявлять правонарушения и преступления, но и также их фиксировать. Если, допустим, гражданин, в отношении которого совершено было преступление, каким-то причинам обратился поздно в полицию, через день, через два, бывает еще и через неделю, то у нас есть возможность посмотреть видеоархив, поднять видеоматериалы и, соответственно, установить преступника. В 2011-м, благодаря видеонаблюдению, стражи порядка раскрыли 78 преступлений и более 700 административных нарушений. Неудивительно, что полицейские планируют увеличить свой камерный парк. Только в Сыктывкаре в этом году установят 10 дополнительных видеокамер. Хорошо отношусь к этому. Почему? Ну, потому что видят, которые хулиганят или что-то там где-то творят, из-за этого видно все. Я, это, кажется, послушный гражданин, я не нарушаю. Если написано там нельзя, значит, я не хожу там. Так что меня нисколько не нарушают. Как говорится, мой покой, наоборот, дороже. Да пусть. Какая разница. Так были, наверное, под наблюдением. Сейчас и телефоны все зафиксируются, где-то есть. Кто-то телефон взял, номер твой записали, его не буду знать, где ты находишься. Все равно. В этом году в Сыктывкаре появится еще 19 стационарных рубежей контроля на выездах из города и на самых аварийных перекрестках. Видео ОКО будет фиксировать все нарушения. Затем водители по почте получат письма счастья с фотографией авто и штрафной квитанцией. Обзорные камеры. Они будут нам показывать, что там происходит на конкретном перекрестке или на конкретном участке дороги. Это будет помощь оказывать, в том числе, при розыске лиц, скрывшихся с междорожно-транспортных происшествий, при разбирательстве по конкретному дорожно-транспортному происшествию, когда есть спорная ситуация, да, проезд на запрещающий сигнал светофора. Один говорит, я ехал на зеленый, другой говорит, я ехал на зеленый. Вот с помощью вот этих видеокамер мы можем, значит, все эти обстоятельства уточнять. Камеры будут фиксировать весь въезжающий и выезжающий из столицы транспорт и передавать информацию в режиме онлайн в специальный наблюдательный центр автоинспекции. Система видеоконтроля поможет находить угонщиков и нарушителей, скрывшихся с мест ДТП. Под видеонаблюдением 4 марта будут работать и участковые комиссии. В помещениях для голосования установят по две веб-камеры. Любой желающий сможет следить за ходом выборов в режиме онлайн. Нужно только зарегистрироваться на сайте веб-выборы 2012.ru и определиться с интересующим участком. Видеотрансляцию, кстати, планируют защитить специальным логотипом или водяными знаками, чтобы потом во всемирной паутине не было роликов, снятых в посторонних помещениях. Одна камера будет охватывать общим планом сам участок, вторую направят на урны для бюллетеней. А после 20 часов туда должны быть установлены столы для подсчета голосов. И вот вторая камера будет транслировать, собственно, подсчет голосов. Естественно, исключая как бы вот в день голосования наблюдения за голосованием наших избирателей, за их волеизъявления. Впрочем, установят веб-камеры не на всех участках. Видеонаблюдения не будет в СИЗО, стационарах и удаленных деревнях, куда еще не добрался скоростной интернет. Но уж точно в будущем и туда большой брат обязательно доберется. Максим Катаев, Игорь Данилов о предварительных итогах жизни под видеоколпаком. Наш доктор предположил, что камера видеонаблюдения упростят жизнь многим. Косолапые спят по берлогам в нашем ссыльном таежном краю, Красотою суровую строгом, в целом малопригодным к жилью. Но дошел к нам, минуя барьеры, по дорожкам среди лесосек, С третьей тысячи лет новой эры двадцать первый, компьютерный век. Вот пример. Чтоб никто без пригляда нарушать беспорядок не смел, Нас на видео снимут ребята из, как водится, внутренних дел. Там, где выберем мы президента, ставят камеры. Срочно заметь, чтобы всякие там элементы не смогли бюллетени спереть. Полагаю, понравится многим наблюдений ввести и в футбол. Игрокам дав по камере в ноги, чтоб де юре фиксировать гол. Верю, что микрокамеры скоро встроят в мыло и в терки для спин, Чтобы санэпидем-контролеры знали точно, что чист гражданин. Сунут камеры даже в кастрюльку и в корзинки для стирки белья, А младенцам в подгузник и люльку. Без надзору никак нам нельзя. Вереница из дней беззаботных свой окончит беспечный парад. Завтра граждан ждет ферма животных, Раз большой взялся видеть нас брат. На неделе стало известно о банкротстве крупной туристической компании «Ланта Турваяж». Оказалось, она предлагала путевки, не подкрепляя это своей финансовой состоятельностью. Что вышло в итоге, туристы, которые над курортом успели отбыть, там остались. Не смогли вернуться на родину. Те же, кто не успел уехать, потом жалели, что не успели сделать это. Путевки они купили, но те таки остались лишь бумажками. Что любопытно, среди туристов, которые не смогли вовремя вернуться из-за рубежа, оказались и наши земляки. Что их ждет, узнаем прямо сейчас. Руководители Ассоциации туристических агентств КОМИ. Руководители Ассоциации туристических агентств КОМИ. Вообще наше государство, скажем, на государственном уровне очень всегда поздно реагирует на те, скажем, моменты, которые негативные, которые происходят у нас в стране. Давайте начнем с капитал-тура. Ведь это еще крупнее как туроператор, чем ланта-тур. А где выводы после этого? Надо было совершенно вовремя, четко помочь. Хотя бы я знаю, что помогли капитал-тур тоже. Но не до конца делали выводы. Понимаете, необходимо сегодня для того, чтобы не было таких моментов, как сегодня с ланта-тур, необходимо было создать некий институт, саморегулирующий орган, который мог бы контролировать все вот эти моменты, которые происходят в туризме. Я правильно понимаю, что черного списка, таких неблагонадежных компаний нет? Трудно. Понимаете, это трудно. Каждый работает самостоятельно. У каждого свой финансовый бюджет. Каждый заключает контракт с тем банком, который, скажем, дает хорошие проценты, под хорошие проценты кредит. И поэтому сложно сказать. Если я правильно понимаю, силовики сомневаются, что здесь может быть некое преднамеренное банкротство этой компании. Может быть, вы обладаете информацией, по какой причине именно эта компания попала в такую ситуацию? Знаете, я точно не могу сказать, по какой причине, но сугубо лично свое мнение скажу. Знаете, вот ведь и генеральный директор ланта-тур, президент ланта-тур объявили о том, что у нас конец 2009 и даже 2010 год и плюс 2011 очень неудачный год был для них. То есть те объемы, которые были заранее запланированы, а что значит запланировать объемы? Это иное количество мест в гостиницах, в отелях за границей, и соответствующим образом количество кресел на самолетах. То есть чартерных рейсов. Стало быть запланировано, и вперед необходимо перечислить по графику сумму за отели, потому что иностранцы редко, кроме, я насколько помню, египетского направления и турецкого, редко они идут на уступки. И поэтому необходимо было взять кредит и обеспечить, скажем, заранее эти платежки. А когда нет того оборота, который запланирован, уже здесь начинаются финансовые проблемы. Как решать эти проблемы? Есть два, скажем, момента. Первый – это, значит, взять кредит. Второй момент – это демпинговать ценами. То есть опускаются цены ниже, чем надо. Самое главное – заполнять этот борт и отправить за границу. Вот таким образом и очень часто практически все операторы, все турагентства, мы все за демпингом попадаем в такую ситуацию. Понятно, что в результате крайними оказались, в том числе и наши туристы. Некоторые из них оказались в заложниках ситуации и не могут выехать из зарубежных курортов, вернуться на родину. У вас есть ли данные, какое количество наших туристов оказалось там? Точное количество сказать очень сложно. Почему? Потому что, скажем, туристы ведь не только приобретают через турагентства города или республики. Они, минуя наших турагентств, могут брать эти путевки и в Москве, и в Питер, и в других даже городах с вылетом из Москвы. И поэтому сложно сказать. Но насколько я знаю, что несколько человек уже, в принципе, находились за границей. Одна семья уже известна, вы прекрасно знаете, через «Вести» 24 по каналу показывали. Это господин Евгений Зелинский со своей семьей. Насколько я в курсе, что сегодня должен прилететь уже. И еще знаю людей, которые, конечно, не хотят, чтобы мы говорили об этом, но еще были наши земляки. А есть еще туристы, которые покупали торы, но с вылетом более поздной датой. И поэтому не вылетели. То есть это февральские, скажем, заезды были, это мартовские заезды по разным направлениям. Им в какой-то степени больше повезло. Знаете, почему больше повезло? Что они находились за границей и свои нервы более-менее берегли у себя на роде. Отдохнуть-то они не смогли. Не смогли, да. Не смогли. Но я разговаривал с директорами этих турокинств. Они делают все для того, чтобы выйти с этого положения. Более того, даже один из директоров сказал, что у меня один турист. Я во что бы ни стало, за свой счет даже готов отправить для того, чтобы свою репутацию не сохранить. Говорят, долги вот этой компании «Ланта Тор» выкупил некий банк. В этой ситуации могут ли те же обманутые туристы, допустим, из нашей республики, рассчитывать на некую компенсацию? Александр, я такой информацией не владею. Я владею всего лишь информацией о том, что между ВТБ и «Ланта Турваяж» подписан досрочный контракт, соглашение о выделении 7 миллионов долларов кредита. И они по назначению, именно по направлению, эти деньги пойдут именно на погашение задолженности перед гостиницами. Если хотите знать, общая задолженность перед кредиторами у «Ланта Турваяж» составляет около 20 миллионов долларов. То есть 7 миллионов ВТБ явно недостаточно? Недостаточно, недостаточно. Решите эти проблемы? Да, недостаточно. Сканар Шавич, спасибо вам за участие в нашей программе. Спасибо. И в завершение еще немного любопытной информации. Российская газета опубликовала интересные данные. Оказывается, за последние 8 лет численность комия язычного населения в республике сократилась на 65 тысяч человек. Для сравнения, 65 тысяч – это два усть-куломских района. Понятно, что с такой скорой убылью коренного населения надо что-то делать. Необходим, наверное, новый подход к решению старых проблем. Ответ на неделю попытался найти простой студент Пермского университета. Он предложил создать общий для коми-зырян и коми-переменков язык, чтобы развивать его с двойными усилиями. Евгений Ракин собрал все недельные факты, подтверждающие, что комия язык живет не только на страницах кулинарных книг. На этой неделе коми-языку было уделено непривычно много внимания. Причем не в республике, а за ее пределами. Зырянская речь звучала в прямом эфире питерского телеканала и в столице Мариэл. День комикультуры в Йошкар-Оле прошел с аншлагом. Особенно тепло марийцы принимали творческий фольклорный коллектив «Сипертаз» из села Нившира Картеровского района. День комикультуры в Йошкар-Оле прошел с аншлагом. Немалый интерес у публики вызвала и премьера спектакля «Эх, кушта удры муаш», который, кстати, в местном театре поставили по пьесе комидраматурга Алексея Попова «Женись, сынок, женись». Сам автор тоже был доволен. Со здешними режиссерами у него давние связи. В 2004 году в Марийском национальном театре драмы имени Шкетана состоялась премьера спектакля «Пуро Пазар» по пьесе Попова «Брага». У каждого народа свой менталитет. Каждый этнос смотрит на жизнь по-своему. И каждый театр, конечно, старается поставить пьесы для своего народа. И это учитывается во время переводов. Меняется форма диалогов, выражение задуманного. Но сама идея остается прежней. А в Питере на неделе отличилась студентка из Сыктывкара Марина Габова. На студенческом капустнике в прямом эфире телеканала 100 ТВ она спела песню «Маленькое сердце» на трех языках – финском, русском и коме. Причем появилась на экране в образе – в традиционном ижемском костюме. Весьма смелой и интересной идеей поделился с интернет-читателями студент Пермского госуниверситета Василий Епанов. Будущий гидролог предложил создать так называемый «Единый коми-язык» на основе объединения правил двух языков – коми-зырианского и коми-пермятского. По словам молодого человека, сейчас очень важно сохранить языки малых народов. И такой симбиоз мог бы положительно повлиять на дальнейшее их развитие. В республике коми к предложению студента отнеслись неоднозначно. К примеру, поэтесса Анжелика Елфимова выступила против слияния языков. Однако порыв пермского студента Елфимова понимает – коми-пермятский язык действительно нуждается в поддержке. У них и литература на более низком уровне, и в языке больше русских слов. Я знаю, что у них душа болит за свой родной язык. Они не знают, что делать уже, и обратились за помощью к нам. И я считаю, мы не откажем в поддержке. К примеру, мы по линии литературы работаем вместе. И в летний университет девочки и мальчики приезжают учиться. Можно, конечно, обнаружить много общего, но как лингвисты к этому отнесутся? Они ведь будут против. Председатель межрегионального общественного движения коми-войтер Сергей Габов инициативу Василия Епанова похвалил. Ведь и в нашей республике немало проблем с изучением родного языка. Однако назвал идею фантастической. Создание научно-сколоченного искусственного коми далеко от реальности. По мнению Сергея Габова, надо действовать другими методами. У нас, к примеру, в университете всегда изучали коми-пермятский. Есть такой курс. Поэтому, я считаю, коми-литературный язык и другие диалекты также надо изучать и коми-пермякам. Нужно проводить такой курс и у них, в первую очередь. А потом уже люди сами поймут, насколько он им близок. Категорически не согласны с предложением Василия Епанова и директор Сыктывкарского центра коми-культуры. Валентина Самарина считает, у каждого народа должен быть свой язык, своя культура, своя история. Это все у коми-пермяков есть. И еще неизвестно, какие могут быть последствия после языкового вмешательства. У коми-пермятского народа есть своя самобытная культура, история, свой фольклор. Их язык по-своему красивый. Есть свои знаменитые люди, ученые, писатели, деятели искусства. И поэтому все вот так в перемешку объединять нельзя. Самобытность исчезнет. Видимо, автор идеи лингвистического симбиоза и сам не ожидал такой бурной реакции со стороны критиков. Он даже удалил группу в социальной сети, площадку для обсуждения инициативы. Евгений Ракин о недельных итогах сторонних инициатив для безинициативных коми. Такими были итоги этой недели. Увидимся на следующей, в пятницу, когда снова наступит время итогов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова